Британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доказательства участия российских военных в боях под украинским городом Иловайск в августе 2014-го. Они представили многочисленные спутниковые снимки территории Украины с российскими вооруженными автоколоннами и танками Т-72Б3. Они тогда использовались только российской армией, утверждают британские исследователи. Материалы собраны из открытых источников, их планируется использовать при подаче в Европейский суд по правам человека исков против России со стороны украинских военных. Москва заявляет, напомню, что не участвовала в конфликте на востоке Украины. О результатах работы британских исследователей поговорим с моим коллегой Павлом Аксеновым. Павел, приветствую. Ну вот в докладе отдельно упоминается танк Т-72Б3 и утверждается, что он тогда использовался только российской армией. Насколько это так и что это за танк? Добрый вечер. Это действительно танк, который используется только российской армией. Он на вооружении с 2012 года, но на востоке Украины, как утверждают украинские военные, был замечен еще танк Т-72БА. Это тоже одна из поздних модификаций в конце 90-х годов. И эти два танка, это последнее поколение танка Т-72, который с 70-х годов стоит на вооружении СССР и многих других стран. Очень распространенный танк. И вот эта последняя модификация, которая была создана уже сильно после развала Советского Союза, стоит только на вооружении российской армии. Его очень хорошо отличить по внешним приборам, потому что, ну, сама структура танка, она не сильно подверглась модернизации. Его вот только, что называется, на нем установили какие-то дополнительные новые приборы. В частности, там есть такая штанга, которая замеряет этот датчик ветра, и которая стоит только на танках серии БА, вот Б3 из серии Т-72. И есть некоторые другие там особенности, тепловизоры и прицелы наводчика. То есть можно точно сказать, что этот танк только в российской армии использовался, и вот те снимки, и те видео, которые публикованы. Да, и более того, да. То есть можно увидеть фотографию, и сложность в этой фотографии будет только вот идентифицировать ее местоположение, а вот определить, какой танк на ней изображен, специалист может действительно легко. И многие специалисты видели вот именно эти танки, которые стоят только на месте. Еще какое российское оружие, вооружение, которое приводится в качестве доказательства на этих видео и фото, может служить вот тоже, вот как этот танк, доказательство того, что это только российская армия могла использовать, никто другой. Ну да, танки это просто самое убедительное, что можно привести в качестве доказательства, потому что, ну вот, танк это такое мощное оружие. На самом деле были и бройтранспортеры, в том числе и некоторые экспериментальные модели, которые вот только разрабатывались, и даже не поступали на вооружение российской армии. был такой небольшой броневичок, четырехколесный, Камазовский, который тоже мелькал на кадрах, снятых на востоке Украины. Были системы радиоэлектронной борьбы, о которых говорилось, в том числе доклад, где в 2014 году была консалтинговая компания «Арес», распространила доклад, в котором в том числе и были фотографии танка Т-72Б3. Там же говорилось и о последних модификациях бронетранспортеров БТР-80 и так далее. Стрелковое оружие определенное тоже мелькало, которое не очень велика вероятность того, что оно может появиться в украинских войсках, украинских военных. Система радиоэлектронной борьбы, опять же повторюсь, всевозможные артиллерийские радары, то есть это система для определения, откуда стреляет с противоположной стороны артиллерийская батарея, и всякое прочее оборудование, которое в ДНР просто в принципе никак не могло появиться и в Украине тоже.